Телеканал Гродно Плюс продолжает рубрику «Ко дню города. Славные и почетные». В ней горожане, чьи имена внесены в книгу славы и кто удостоен звания почетный гражданин нашего города, расскажут о своей жизни и достижениях. Наш герой – Светлана Степановна Купрашевич, главный внештатный акушер-гинеколог города, заведующий женской консультацией номер два городской центральной поликлиники. Женщина, которая без малого спасает жизни. На счету опытного врача сотни молодых мамочек, которым она помогает выносить здорового малыша и потом восстановиться после родов. Книгу славы Светлана Купрашевич внесена в 2015 году. Женский доктор – это не просто врач, это психолог, как я вам сказала, которому доверять все, доверять свои жизненные моменты, доверять свою сексуальную жизнь, доверять свои маленькие секретики, которые могут повлиять на течение их заболеваний или беременности. Поэтому тогда подруга. Любой из вас, из нас может обратиться к доктору, и, как правило, все обращаются в какие-либо заболевания. А именно в нашей профессии. А именно у нас большая половина нашей работы связана с замечательным результатом – это с рождением малыша. То есть к нам приходит красивая молодая женщина, и мы ее на процессе всей беременности наблюдаем, сопровождаем, помогаем ей выносить этого ребеночка. И потом такое удовольствие получаешь, огромное. И вот я помню тот момент, когда я на шестом курсе, когда берут самых лучших студенток. И я вот такая вот маленькая, худенькая, 47 килограмм, прихожу в роддом на работу и встречаю крупного, большого главного врача. И он мне говорит, вы куда пришли, деточка? Говорит, наша профессия должна быть очень сильной, крепкая, женщина с большими руками. Выгод мелкая, хрупкая. Я такая стою со слезами на глаз. Я говорю, я буду шаром-гинекологом, я обязательно буду, стою со слезами. А он посадил меня и говорит, ты пойми, здесь нужна очень большая сила, выносливость, дежурства ночные. А ты встречаешься с двумя жизнями, и ребенок, и мать, и есть моменты. Я сказала, я все равно им буду. Он говорит, ты еще можешь подумать, у тебя еще шестой, седьмой курс, интернатура. Я говорю, нет, я буду шаром-гинекологом, про себя все повторяю, хожу. Но так и получилось. Большая часть еще моей работы, это мой коллектив. У меня работает 60 женщин. Представляете, 60 женщин. Это врачи, которые уже моего уровня, опыта, 35-40 лет. Это врачи, которые имеют 10-15 лет опыта, которых я уже научила, а теперь стараются что-то так повыше передать, что-то новое внедрить. Ну и молодежь. Я вам хочу сказать, не верьте к тем, кто говорит, что молодежь теперь такая, разбалованная, гаджет. Нет. Молодежь классная, умная, толповая, позитивная. Причем они приходят, они у меня просто из-под рук приходят ко мне в кабинет. Я не успела только посоветовать. Она уже пришла, она уже к пациентке это применила. А так я говорю, да. Я говорю, и ты умница. Я такая довольная, выходит из моего кабинета. Это самая лучшая моя тоже часть жизни. Да, моя семья, мои дети, мои замечательные внуки. Я их обожаю. Это тоже большая часть семьи. Они стараются мне максимально занять. Все это у нас и модельное, и фитнес. Все это я успеваю. Но вот другая половина моей жизни, это вот здесь. Вот в этих стенах, это мой коллектив. Это мои доктора, мои кушерки. Каждая моя санитарочка. Мы с любым вопросом ко мне прийти, мы все порешаем. Я стараюсь жить не только жизнью работы, их личной жизнью. Так как они себя чувствуют, придя на работу, такое будет и качество нашей работы. Для меня все это Гродно. Вы знаете, несколько лет назад была такая мысль переехать в Минск. Там дети, там внуки, там все мои друзья лучшие. Приезжая туда, да, я радуюсь. Приезжаю сюда, я отдыхаю, я наслаждаюсь жизнью. Я обожаю наш центр Гродно. Я обожаю наши парки. Я обожаю замки наши. Когда приезжают к нам гости из других регионов, я обожаю их провести и даже сама рассказать. Я очень люблю ходить пешком через город. Все говорят, это вредно, это загазованность. А я обожаю. Уйдешь, любуешься красотой. И наше руководство города, и наши женщины, и жители, мне кажется, он самый лучший город. Город для жизни.